Максим еще только привыкает к своему новому статусу. Он уже не дошкольник, воспитанник детского сада, а взрослый, серьезный первоклассник. Ранние подъемы, уроки по расписанию, различные кружки и секции после школы. К такому ритму жизни мальчик начал готовиться заранее. Меня мама рано летом будила, и я сам уже учусь сам вставать. И сам встаю. Самое главное для первоклассников – правильно построенный режим дня. Если все делать по плану, ребенку будет легче привыкнуть. Сразу после школы врачи советуют дать малышу отдохнуть полтора часа, поспать, погулять, поиграть или посидеть с книжкой. Я играю в лего, пока мама не приходит, я все убираю, и мы с ней делаем уроки. Ну, уроков мало, это легко. За домашнее задание нужно садиться в одно и то же время. Лучше тратить на него не более часа. Если дело затягивается, необходимы 15-минутные перерывы. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. После того, как домашнее задание сделано, можно перекусить и отправиться в кружки или секции. После кружков приходим, ужин в 7 часов вечера, стараемся не позже. После того, как ребенок поел, у нас время для отдыха. Спокойные игры, может быть, там разговоры, чтения. Просмотр телевизора, ну, часом в день ограничен, ну, гаджеты тоже по возможности детям ограничен. В 9 часов вечера ребенка надо уложить в кровать. В таком возрасте спать нужно 10-11 часов. В выходные режимы нужно по возможности придерживаться. В период, когда малыш только адаптируется к школе, нужно уделить внимание еде. Не давать жареного и жирного, избегать фастфуда. Лучше разнообразить меню свежими овощами и фруктами. И, конечно, не забывать о физической активности. У детей дефицит движения все-таки, хоть и три раза в неделю физкультуры, хоть и прогулки. Все-таки вот 3,5 часа в день прогулок, наверное, тяжело обеспечить, когда вот школьная программа идет. Да, если ребенок как бы готов, лучше спортивные секции. Ну, тоже как бы без насилия, то есть, насколько ребенок может. Просто для здоровья. Также врачи советуют давать детям витамин Д3, чтобы поддержать иммунитет, одевать ребенка по погоде и не забывать как можно чаще мыть руки. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.